ребят у меня тут вообще кухаркин день какой-то у нас паста варится клетки сливочном соусе будут вот так что готовлю такой вот смотрю беременна 16 короче вот такой вальп ребят ну тут как бы вообще кухарка закончила все гребешки у нас вообще трэш ребят всем привет сегодня решил зайти в пифари показываю лучок который собрал такая рубашка майка серая джинсы с такими прикольными штуками снизу сказать что выглядит супер не скажу неприятный общих телу странная история майкл вообще на самом деле достаточно длинная я вообще увидел на ламоге просто типа джинсы из бифри мне как-то не на картинке понравились я думаю схожу посмотрю что вообще есть первых я не мог их найти но в принципе можно было спросить но мне не так уж важно я просто хотел посмотреть нашел вот одни неточно вторые не уверен что это возможно ниже короче вот такая малька ну короче странно я взял размер м но у меня явно не с но непонятно как будто хочется поменьше плюс она длинная это вообще как-то не мочь рубашку она такая мягкая сверху стоит 3 300 по моему она вообще не приятный к телу не все уже накололось здесь но джинсы сидят странно если честно у меня 32 размер но это мой размер но я обычно беру больше но тут не буду выше поэтому короче это отстоит сейчас померю вот эту штуку которая уже у всех просто и вот эти еще джинсы вот короче померил лонгслив вот этот с телом идеально джинсы даже не стал показывать потому что там просто треш это мои джинсы шикарные покупал фамилия если что там это просто ужас по поводу этой кофты но в целом мне кажется для фотки прикольно выглядит эта полиэстер в ней очень жарко несмотря на то что она прозрачная я уже весится по телу и все-таки если у вас чуть-чуть не идеальное тело лучше все равно не надо потому что все равно это видно ну все так прикольно еще я сейчас еще пойду в лайне посмотрю что-нибудь ну так просто короче я просто жду кати мне нужно время убить и что я понял вот джинсы здесь стоят 3300 без скидки 3600 где-то лучше возьмите нормальные джинсы условно 367 в лайне офигенные джинсы хорошо сидящие лучше возьмите там чем вот это все такой кстати у меня сегодня лучок я снял рилс поэтому подписывайтесь и заходите в мою социальную сеть запрещенную смотрите ставьте лайки в общем ребят пришел в лайм вот посмотрите как вещи которые всего на два раза на два раза дороже могут сидеть вот рубашка очень классная приятная свободная джинсы офигенные джинсы 7000 еще такие вот тактики взял но они не маловаты размера больше не мало прикольные классные джинсы офигенно сидят взял еще такой бомбер из языка кожи тоже прикольно сиди 2xl взял вот такой лук получился пишите в комментарии какой лук вам больше понравился бифли и вилай бифли и милой бифли бифли но он 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Просто огромнейшее спасибо, что смотрите И у меня прошлый влог набрал, я уже не помню, там 700-800 просмотров А за неделю с его выхода подписалось там около 10 человек, может уже больше И вы не представляете, как это мотивирует Типа я смотрю, я даже не ожидал, я выставлял этот влог, ну вот где с разбором, да Кто не видел, посмотрите Вот здесь вот будет Типа с разбором гардероба, где я просто полчаса болтаю И я не возлагал никакие надежды на него Думаю, просто выставлю, потому что я снял, смонтировал, мне понравилось, почему нет И я офигел, реально, я так не ожидал И, в общем, большое спасибо, что смотрите Подписывайтесь обязательно, потому что очень много смотрят без подписки Я это понимаю, потому что он просто куда-то попал Ну, кому-то высвечивается, видимо, людям, которые на меня не подписаны Не знают, кто вообще и что И я понимаю, почему, как бы, такое большое количество людей без подписки смотрят Потому что это новые люди Но если вам понравилось, обязательно подпишитесь Ставьте обязательно лайки под видео, пишите комментарии Мне уже пишут комментарии И для меня это очень странно и непривычно Когда мне пишут комментарии люди, которых я не знаю И которые, по сути, не знают меня Когда пишут комментарии не моя мама, не моя девушка, и сестра Или еще кто-то из моих знакомых А именно люди, которые просто меня увидели И это офигенно, это очень приятно Пишут приятные слова Поэтому я всех люблю Спасибо большое И с первого апреля должны открыться у нас веранды То, что я жду больше всего И, конечно, это вообще то У меня вот такой лучок, да, я вам уже показал У меня новенькие кроссовки Ну, которые я вам уже показывал Которые не совсем уже новые Тенданс Мои любимейшие просто серые треники от Рогов Футболка Gloria Jeans Классные футболки мы закупились как-то То ли летом, то ли там осенью Не помню, как-то случайно вообще нашли их Купили Это еще какая-то особенная модель Что-то оверфит Или что там написано Не помню А, нет Какой оверфит? Что я вообще говорю? Короче, Relaxed Это XL2XL Именно вот эти модели Они очень классные Как оверсайз Типа такие Короче, нам понравились Мы взяли сразу несколько Ну и, конечно, полупальто Your Antihero Моих любимых ребятушек У которого еще выбираются лацканы И можно вот так вот носить Как кардиганчик Такой очень прикольный Такой теплый пиджак Сейчас доступен в продаже Так что приходите все в цветной На четвертый этаж Буду вас всех ждать Там большая реклама Ну и мои очки с Алиэкспресс Которые я заказывал в прошлом году Носил вообще практически пару раз всего лишь И вот сейчас подумал, что очень прекрасно Мне подходит под этот образ Все, я побежал уже за очками Так, ребят, распаковка Сорри за свет Это все такое Я быстро Очки Я знаю, что есть такие Похожие очки У какого-то бренда Не знаю, я у Рогова видел Типа у них классно загорать Но Загорать нам не В ближайшее время еще не придется Поэтому Не знаю Буду ли я похож на Ката Леопольда Как-то вот так Так, давайте вторые Посмотреть Еще одна тряпка У меня этих тряпок просто Жопой жуй, как он говорит Что все очки такие тонкие Не выпуклые Ну, кстати, вот такие у меня вообще В первый раз, наверное, с какими-то стеклами У меня в основном все черные Но вы видели, да? Кто не видел, смотрим прошлый влог Ну, это пластик, естественно Ну, вот такие вот С оранжевыми Коричневыми, по-моему Они стеклами Идут Ну, такие тоже Летний вариант Летний Короче, вот такие вот очки Пишите, какие вам больше понравились Первые Или вторые Ну, и те, и те По-своему интересны Блядь, тряпка Вот так сделала Она уже вся разошлась Говно Ну, у меня есть эти тряпки Биллион штук И я еще заказал Сейчас открою Короче, заказал еще типа а-ля чехол Для Чтобы очки туда, короче, складывать У меня есть чехлы Вот такие Я их тоже, по-моему, то ли заказывал То ли где-то покупал Много штук Думаю, буду в них хранить В итоге, если хранить в этих чехлах То и вообще не видно очки Мне такое не нравится Мне нужно видеть все равно, что у меня есть Поэтому я их беру только с собой куда-то Если иду И то не всегда Но чаще если только с сумкой Вот И просто что Типа удобно туда сложил Ну все И как бы удобненько И я решил заказать еще один чехол Просто увидел Мне понравилось Вот типа такой Знаю, бедно или нет вообще Просто вот так Типа открывается Туда, я так понимаю Кладутся очки Типа вот так Блядь, ничего не видно Типа вот так кладутся Тут такие рисунки для очков Ну и вот так Закрываются И типа вот у вас очки в чехле А, нет Я вспомнил Вы их типа вот так кладете сюда Есть ощущение, что они не для всех очков Ну короче Вы типа их сюда кладете Да, вот здесь еще открывается Вот эта штука Здесь вот такая штука есть Вы типа кладете Открытые очки Туда вовнутрь Чтобы как бы линзы Да, не портить Ну мне как бы за 100 рублей Посрать Но все равно Мне показалось, что это Прикольный аксессуар Вот их туда типа складываете Вот так вот Здесь видно И вот эту клепочку Так чпуньк И все И у вас типа очки Тут держатся И вот эту тоже так чпуньк И все И у вас вот чехол Очки И тут еще есть вот такая хрень Золотая Ну ладно Так типа делаете И вот у вас такие вот очки Вообще мне показалось прикольный аксессуар Во-первых Я сначала заказал черный Чтобы посмотреть Но у меня там есть еще Добавленные штучки Я просто посмотрю Как мне ок, не ок Буду ли я вообще носить Она недорогая Поэтому бы Вспоминаю нашу красоту Да, вот эту И что мы можем сделать Сделать вот так Конечно то, что золотая фурнитура У этого чехла Это плохо Печально, обидно Досадно Ну ладно Мы можем просто вот так повесить сюда Вот этот чехольчик И вот у вас очки с собой И выглядит прикольно Как мне кажется Супер И в целом Даже если там Я же не хожу с этой сумкой постоянно Потому что она огромная Что-нибудь там носить Можно даже повесить На какую-то Не знаю Короче на какую-то штучку Вот сюда Так, на шее У вас в спине ничего не видно Как аксессуар Такой висит Мне кажется Это прикольно Так, Сэм Уже сумку блядь пожил Если нужны ссылочки Я могу В комментарии оставить Пишите Стоит недорого Выглядит прикольно Заказал Там есть разные цвета Я заказал черную Потому что сумка Но там еще есть И серый Еще какие-то Короче Еще есть один Тоже похожий Чехол Но чуть-чуть В другом исполнении Как будто Немножко подороже Выглядит И я думаю Что я его тоже Как-нибудь Закажу В целом Если так подумать Чтобы очки Не пылились Можно даже хранить В этих чехлах Потому что в целом Тут как бы открыто И видно Блядь Ребята Это новое включение Я уже собрался Следующий день Иду по делам А по каким Ужнаете скоро Если честно Я кстати в новых очках В каком Пишите комментарии Сегодня такой Лук На мне Вот на улице Солнце Так хорошо В общем Немножко переживательно Не знаю Что получится Кто догадался Куда я иду Тоже пишите В комментариях Я там был Месяц назад Примерно И вот сейчас Опять иду Решил Это Не совсем Вчера Я об этом Уже задумывался И не знал Да Да Нет Нет Что хочу Не хочу Что-то меня все бесило И вот Вчера ночью Я такой Зайду Посмотрю Запишусь Может быть И Короче Была только Одна запись Ну то есть Постое время Одно только было Я такой Ай Была не была Записался И сегодня полдня Просто думаю О том что Блин Не знаю Хочу Не хочу Чего делать Не делать Идти Не идти Короче До последнего Момента Думал Может быть Отменить Уже Запись Но Короче В итоге Я иду Не знаю Что выйдет Надеюсь Все будет Супер Ну в общем Томить долго Не буду В следующем кадре Собственно Я думаю Увидите Меня В другом виде Так сказать Господи Ребят Какая погода На улице Просто Невероятно Ребят Что-то Я так сильно Переживаю Прям Не знаю Как будто Моя судьба Решается С Богом Как говорится Я уже подошел Все Давайте До встречи Что вы в ахуе Я в ахуе Что произошло Просто Трэш Смотрите на меня Я лысый Короче Да Я ходил на стрижку Опять в кокаяк И барбершоп Да Как бы Все записываемся Мастер Лева Топ Супер Лев Спасибо Второй раз К нему иду Первый раз Был пробный Позвоните тогда И вот Спустя месяц Я решил Что хочу Записался вчера Примерно Пол первого Не знаю Весь день Реально думал Отменить запись Но нет С Левой Поболтали Сказал Что мне так лучше Ну окей Пишите в комментариях Как вам моя стрижка Прям вот-вот Свеженькая После укладочки Мне пока Странно Не привычно Но так всегда Но у меня есть проблема Что мне обычно На следующий день Уже не нравится Ну посмотрим Надеюсь Что все будет Ок Катя не в курсе Сейчас поеду К ней на работу Думаю Что она просто Ахунеет Реально Когда увидит Потому что Она вообще не ожидает Она думает Что я дома А я вот на стрижке Был Короче, ребят Таки вот дела Ребят Тут такие прикольные Скамейки У Плазы Можно Крутиться Трэш Сейчас Жду Катю Буду снимать Ее реакцию Что такое Куда ты поехал Я записался Вчера Пол первого ночи Было единственное время Понимаешь Это же кто такое Мне не нравится Мне непривычно Мне тоже Это же мои волосы Так, друзья, коллеги Что Я пришел домой И помыл головешку Она еще до конца Не высохла Зашел в яблоко И купил Такую Матовую пасту Она была недорога Поэтому я ее взял Думаю, попробую Посмотрю Что там были Всякие За косарь За два Я такой Вдруг мне это Не подойдет Я делал Помады Где была помада Вот такая Надеюсь, там видно Вообще Такая помада Моделирующая А, не помада Это паста Тоже паста Я думал Я другую куплю Ну ладно Короче От Шварцкого У меня ее Как бы вообще Практически не осталось Вообще Мне кажется У нее кончатся Строгодности Но я и пользовался Все равно Потому что Другой у меня нет Покупать Никак-то особо Не надо было И в целом Я ее использовал Когда у меня тоже Были короткие волосы Но длинные Как-то Не особо пасты Потом У меня есть Вот такой вот Спрей Для волос Текстурирующий Но это соль Я так понимаю Для волос Как бы Дальше Что у нас Симплюзится Вот такой вот Выше Самый дешманский Мус Типа пенка Но я это уже особо Не делал Потом У меня есть Вот такой вот Крем-спрей Несмываемый 20 ватт Но Тоже типа Для какой-то укладки Не знаю Возможно Вот эти средства Больше на короткие волосы А не на длинные Возможно На длинные Они не работают Поэтому Может быть Сейчас мне Не пригодятся Но тут вообще Типа Тут чуть-чуть Всталось Тут Что-то есть Тут Ничего Нет Почти Так Что у меня еще Есть У меня еще Есть такая Вот Пудра Тоже для создания Чего-то там Объема Ну Скажу Что я сильно Ее понимаю Ну Конечно Есть Лак для волос Который Тоже Не особо Я пользую Ну Наверное Это все Что у меня есть Я уже Примерно В такой Истории Стригся Но все равно Каждая стрижка По-разному И Это Немножко Другая Лично Для меня Поэтому Не знаю Посмотрим Но мне пока Нравится Если честно То есть Даже вот так Как сейчас Есть Мне нравится Но Хочется Придать Текстуры Какой-то И вот этот Пробор Мне уже Как-то Надоел И вообще Они у меня Сопливые Короче Хочется Чего-то Вот не знаю Просто хочется Взять Паспу Вот так Чик-чик Вот так Все красиво Но Чаще всего Так не бывает У меня все равно Пробор Делается Они уже Привыкли Полосы Да Собственно Ну Я сам Делаю Пробор Берем Делаем Небольшую Горошину Ну Допустим Чтобы не Переборщить И Растираем Вообще Столько Всяких Средств Вообще Придумали Люди Что Это Пахнет Прикольно Что Ты уже Не знаешь Что Просто Типа Делать Что Покупать Для каждых Волос Разное Для Текстуры Волос В смысле И как бы В барбере Всегда делают Чем-то там Ну как бы По-своему Уложили Но я всегда Как бы Прихожу домой Мою голову И укладываю По-своему Мне нравится Ну как я Это вижу Не скажу Что всегда Выходит Симпатично Ну Короче Не знаю Сейчас вот я нанес Эту вот Пасту Что изменилось Непонятно Да Условно Какой-то Вот такой Кипиш Да Может Это не Самая лучшая Укладка Но Типа Какая-то Такая Получилась Чтобы сильно Не запариваться Как будто Я только Проснулся В идеале Только просыпаться И идти Но такого Не бывает Ребят Не знаю Вот такая Укладка Получилось Насколько Это Получилось Как сказать Там Зъерошено И типа Ну смогу ли я Вот так Весь день ходить Не знаю С одной стороны Можно вообще Наплевать Вроде Выглядит норм У меня смущают Немного Вот эти пряди Как будто Б нужно было Еще короче Их убрать Ну Если что Мы учтем Просто на следующую Стрижку Потому что Я планирую Все-таки Пойти Еще К нему Ну Вообще Туда И Постричься Еще раз Так же Не знаю Почему У меня Какое-то Странное Желание Постоянно Найти Какую-то Свою А-ля Стрижку И Стрижься Так Постоянно Вот я Каждый раз Когда стригусь Я думаю Вот Может быть Это она И я Типа Мне она Сейчас зайдет И я В следующий раз Пойду Подстригусь Никогда Я не стригся Одинаково Постоянно У меня Что-то Не так Было Короче Ну Короче Постоянно Мне что-то Не нравилось И Постоянно Я стригся Всегда По-разному И С другой стороны Я не понимаю Что это Странное Желание Наоборот Мне кажется Очень Грустно И скучно Но лично Для меня Когда Ты хочешь Сюжить С одной Стрижкой С одной Прической Но я Так не смогу Это явно Поэтому Не знаю Зачем я пытаюсь Найти ее Но Хочется Просто Как будто бы Спокойно Какой-то Долгий промежуток Времени Ходить С одной Стрижкой Чтобы Просто Не парить Себе мозги Не думать Ой Что же Я хочу Но обычно Так происходит Только с длинными волосами Вот я Подстригусь И год Я хожу Не парюсь Да Иногда Мне это Бесит Стрижка Иногда Я не могу Уложить Иногда Еще что-нибудь Но Но В среднем Я такой Отросло Супер Год Хожу Потом Иду Стригусь Потом Опять Отращиваю Так Возможно Это Это Мой Путь Возможно Я так Хочу Делать Возможно Я хочу Стричься Потом Отращивать Потом Опять Стричься По-новому Потом Опять Отращивать Потом Опять Стричься Еще По-новому Опять Отращивать И вот Так Постоянно Возможно Но Хочется Как будто Знал Какой-то Приколюхи Короче Ребят Такая У меня Получилась Ухладка В целом Не скажу Что Долго Но Опять Я не Пользовался Феном Я просто Вымол Голову Она У меня Там Подсохла Как-то Сама Я просто Взял Вот Этой Вот Матовой Пастой Пожалуйста Неплохая Кстати Не знаю Может быть Какие-то Там За тысячи За две Прям Какие-то Супер Но Я не вижу Ничего Плохого В этой Вроде Более-менее Хочется Объема Еще Какого-то Но Когда у меня Объем Только Наверху То Здесь Мне не Очень Нравится Потому Что Здесь Мне не Хватает Скул Может У меня Вросли Щеки С моим Набором Веса Поэтому Мне не Очень Нравится Но Если Мне Чуть Схуднуть Это Будет Супер Короче Вот Такая Укладка Спасибо Что Смотрели Этот Влог Большое Спасибо Что Смотрите Ребят Я Просто Я Вам Вообще Вот Так Вот Спасибо Большое Что Смотрите Просто Давайте Поднажмем Давайте Вместе Будем Поднимать Этот Канал Чтобы Он Попадал В реки Чтобы Вы Смотрели Чтобы Вы Писали Комментарии И Все Такое В общем Спасибо Вам Большое Без Вас Конечно Этого Не Было Сердечки Вам Пускаю Все Обязательно Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите Свои Комментарии Не Не Забывайте Подписаться На Мою Запрещенную Социальную Сеть Она Есть В Описании Перейти По Ссылке Пока Что Нельзя Но Можете Скопировать Хотя Вот Либо Просто Написать Вот Этот Здесь Вставлю Мой Ник Запрещен Социальной Сети Также У меня Есть Телеграм Там Я не особо Активна Но Кому Интересно Тоже Можете Подписаться Иногда Я туда Выкладываю То Что Не Выкладываю Ни на Ютуб Ни Инстаграм Ну Это Просто Мои Какие-то Ежедневные Будни Все Еще раз Большое Спасибо Что Смотрели Кто Вдруг Еще Не Видел Мой Прошлый Влог То Пожалуйста Смотрите Смотрите Прошлые Смотрите Все Предыдущие Чтобы Они Тоже Подтягивались Так Сказать К Нам Всем Поэтому Все Всех Люблю Целую Обнимаю Спасибо Пока